Всем привет! Сегодня я в Таллине. Пойдемте со мной в мое путешествие! Очень странно и интересно выглядит это старое здание, над которым у нас стройка нового здания. Все-таки Таллинн очень интересный город, старое соседствует с новым, просто интересно посмотреть, походить. Вот я и в квартале ресторанов, очень красиво украшено, все по рождественскому, по новогоднему, вот такие колокольчики сверху висят. Очень красиво, вот эта световая иллюминация, которая включена. На самом деле здесь даже летом очень даже приятно просто пройтись, прогуляться, потому что здесь все так сделано по старинному, старые здания. Но если вы даже сюда поесть не хотите сходить, я считаю, что просто по этому кварталу нужно прогуляться, просто посмотреть, отдохнуть. Вот такие лавочки интересные, здесь можно покачаться на качельках. Я думаю, если вы пойдете, особенно там с ребенком, он будет просто в восторге. Сегодня покажу вам музей Марципана. Зайдем в музей Марципана, посмотрим, какие там есть фигурки. Все очень красиво, все очень съедобно. Если есть желание и деньги, можете, конечно, что-то из этого приобрести себе. Но, в принципе, вы можете просто зайти полюбоваться работой тех людей, которые делают эти фигурки из Марципана. Также сегодня посетим Ратушную площадь. Она великолепна как вечером, так и днем. Вот. Посмотрим обязательно башню Олафа. Нет. Башня Олафа – самое высокое сооружение в Старом Таллине. Очень красивый шпиль, очень красивый вид сверху. Вход наверх стоит, естественно, денег. Но, если вы хотите просто посетить саму церковь, вход в церковь бесплатный. Путешествую в декабре, поэтому надела свои ушки, потому что сейчас нереально холодно. К сожалению, церковь Олафа на текущий момент закрыта. Закрыта смотровая площадка с ноября по март. Поэтому, если вы хотите попасть в саму церковь, вам необходимо посмотреть график службы. И только во время служения данная церковь открыта в ноябре, в декабре, ну и полностью всей зимой. Переходим улицу. Находим значок Миндаль. Ура! Вот, я его нашла. Этот значок. Это значит, что мы в музее Марципана. Сегодня понедельник, очень много детишек. Субтитры создавал DimaTorzok Ура! Субтитры создавал DimaTorzok На улице достаточно прокладно и мы решили заглянуть в отличное заведение Олда Ханса. Здесь представлены блюда местной кухни. Посмотрим, попробуем. Очень интересный интерьер. Все сделано под Средневековье. На входе нам дали такую вот монетку. И что же она значит? Это значит, что нас ждет бокал шикарного шнапса. Эту монетку не забирают. То есть каждый раз, когда мы будем приходить в это заведение, это такой пожизненный пропуск на шнапс. Мы взяли два вот этих блюда. Блюдо купца Вон Хейк из тушеной лосятины и кабанятины. Это блюдо, оно немножко похоже на фарш, будет нам сказали. И кушание гималайское из баранины, изготовленное по преданию горцев. Но тут вообще что-то из баранины. Будем ждать. Все покажу попозже. Вот принесли наш шнапс. Он приготовлен из ягод. Он домашний. И принесли к вас. Здесь он называется рудбир. Попробуем шнапс. Ваше здоровье. Он такой крепкий. Не уверена, что мне нужен безлимитный доступ к нему. Нужен квас. Это другое дело. Вот поспело мое блюдо. В принципе, как видите, блюда здесь просто нереально большие. Поэтому я все-таки советую вам определиться с одним каким-то блюдом. Больше не заказывать дополнительно ничего. И просто взять это блюдо и съесть его. Вы насытитесь просто вот так. В принципе, тут все вкусно. Просто спрашивайте, острое, не острое блюдо. И вам уже по предпочтениям посоветую то, что вам нужно. Я просто выбирала так, ногот. Все, что мне понравилось. Это было вот это блюдо. Ну, оно вкусное, но оно немножко островато для меня. Опять же, это мое субъективное мнение. Приходите, пробуйте. А это бычье сердце. Тудух, 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 тудух. Ладно, шучу, это хлебушек. Да, тоже вкусненько. Обычно зажаренный хлебушек. Какой-то странный штука внутри. Ну, что я вам могу сказать об этом заведении? Конечно, Олда Ханса – это очень интересное средневековое такое заведение с местным колоритом. Да, очень недешево. Но, с другой стороны, один раз в жизни здесь стоит побывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok А вот и Ратушная площадь, но ночью она смотрится гораздо эффектней. Раз, два, три, магия! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пока-пока!